Первый раз в первый класс. Дан старт для нового учебного года. Время вновь браться за книги. На линейке в этом году пригласили только первоклассников и выпускников 11 классов. С 1 сентября школьники будут учиться в вочном режиме. Все учителя уже сделали прививки, а у ребят каждое утро будут измерять температуру. Также в школах расставят антисептики. Какие еще нововведения ожидают детей в учебных заведениях, узнаем из сюжета Сабрины Затовой. Этот первый звонок сегодня для многих останется в памяти на всю жизнь. Лето прошло, а детский садик в прошлом. А ведь многие из них еще не знают, что звонок в первую очередь для учителя. Это не первый первоклассник. У меня уже был один выпуск. Но, несмотря на это, все равно чувство, как в первый раз. И очень хочется с ребятами пуститься в плавание, очень много узнать и очень многого достичь. Некоторые дети в первый класс идут подкованными. Например, Серафим. Он любит решать примеры, умножать и знает, что 10 на 2 будет 20. А вот у Миланы другие интересы. А что больше всего любишь? Читать. Какая твоя любимая книжка? Это аспука. В этом новом учебном году многое изменится не только в школах, но и в образовании. С 1 по 9 класс будут изучать финансовую грамотность. Еще один новый предмет – традиция поднятия государственного флага. В период пандемии школьники находятся в группе риска, поэтому разработан специальный график посещения. А также разработано новое меню горячих завтраков с пониженным содержанием жира, соли и сахара. Линейки прошли хорошо. Я надеюсь, что у нас будет удачный год. Я всех поздравляю с праздником, родителей, учеников. Слезы гордости родителей, которые провожают своих детей в первый класс, не заканчивались. Ну, волнительно. Он маленький такой. Переживаем за него, волнуемся. План у нас грандиозный, конечно, учиться. Вообще узнавать учителя, школу. Потому что для ребенка это очень ответственно. Также и для родителей. Ощущение замечательное. Ну, дай бог, чтобы у него все сложилось. Сами же первоклассники волнуются не меньше своих родителей. Они уже понимают, что перед ними открылись новые двери. Все школьники готовы к первому учебному году и с нетерпением ждут уроков. Я хочу изучить математику. Я жду чтения. Школы в этом году на дистанционный режим переходить не будут. Звонок прозвенел. А это значит, начался новый учебный год. Сабрина Изатова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, город.